Привет, друзья! Подписчики мои, у нас сегодня будет на обзоре видер Фафнера компании Эссо Би. И коробка, конечно, в слюне, просто мятая, даже страшно представить, что внутри. Но перед тем, как я начну распаковывать, небольшая предыстория. Я долго метался между Фафнером и видером компании Флэйм, потому что он красивый, годный, интересный. И метался против Фафнера, который этот сам, мне какая-то смс пришла. Подожди, секунду. Так, секунду. Что я говорил-то, я уже забыл, что я забыл, что я говорил. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, я забыл. А, вот, что, короче, от МКУ он красивый, интересный, яркий, необычный, но без резинок и так же взрывается. По крайней мере, цветовая гамма у него полностью готова. А от Флэйма, который у меня вот на доске висит... А, подожди, стой, или я не стал? Подожди, а где от Флэйма? А где от Флэйма? А я думал, что я его приклеил, а я смотрю сейчас на свои доски, я не вижу его там. Странно, странно. Ну, короче, вот, от Флэйма он очень грустненький. Да, он с резинками, но он так же взрывается, то с гамма у него не совпадает. И вот, я себе оставил МКУшного в коллекции моих Блэйдов, в которых я играю постоянно. И сегодня появляется у нас такой волчок от компании Субишучку. Ну, давайте посмотрим, коробка в слюне, поэтому нож там, я думаю, не понадобится. И давай отрежем, ладно, по-красивому, чтобы было. Чуть-чуть отрежем. Вот, что у нас тут. Вау! Вау! И вот, я к чему эту басню вам рассказываю. Что? Скорее всего, я себе оставлю именно СБшного вместо МКУшного. Вот. Но так ли он хорош, мы узнаем в этом ролике. На мое удивление. Вау! Слушай! А вот это хорошо! Ну-ка, ну-ка. Что-то как-то туго идет. Но! Слушай! Я считаю, что это лучшая опускалка из всех, что видел от компании СБ. Здесь прям вообще докопаться. Так, где оригинал? Ну, посмотри. Найди пять отличий. А если мы возьмем... У меня же есть проводочек вот такой от компании... Ну, МКУ и Флейм вроде не одинаковый, да, сделаю. Вот не помню. По-моему, все-таки Флейма поинтереснее она. То смотри, вообще отличий, кроме того, что здесь написано Бэйблэйд, ну, нету здесь. Ну, здесь Чайна, здесь... Ну, только Аратоми, понятно. Но внешние отличия, слушай, очень классно сделали. Пускалка прям мастхэв. И золотая ручка СБ. Это клала такие ручки только в Голден Спригана. И куда-то еще клала. Но это очень классная ручка. Мне прям нравится. Уже хорошо, уже хорошо. Неплохое начало. Давай открывать дальше. Ну, надеюсь, там будет все отлично. Слушай! Да! Вау! Вау! Друзья мои, это просто бабах! То же самое. Я, кстати, дико радовался Лонгинусу, который был реально... А где он, кстати? Где-то здесь. Я дико радовался Лонгинусу от компании Флайм. Что это была точная копия. Мне там бомбили. Вот, Флайм ломается. А мне там еще Бэйблэйд, клубу А что-то докопались. Дмя написали, что эта штука острая. Слушайте, ребятки, извините, пожалуйста, но и у А-регинала тоже они, ну я бы не сказал, что прям такие супер гладкие. В этом-то и смысл. И извините, что если что-то отлетит, ну ребенок так и так... Ребенок может пойти на улицу, упасть и разбить себе коленку, извини, и прикапываться к тому, что здесь что-то острое. Ну попросите батю спилить. Вот. И я, короче, к чему я рассказываю, что я дико радовался, что наконец-то такие... То есть детали когда не те... О, плохо, когда не те. Детали те, вот, они острые. Ну вы поняли, да, мой месседж. Итак, сегодня я действительно вижу перед собой идеальный Блэд от компании СБ. И я даже, я даже его сравню с оригиналом. Секунду. Если там Джокеры немножко натянули, Флэйм, Виза Пафни сделай хорошо. И вот это вот у нас оригинал. Друзья, и... Я вообще не вижу, вообще не вижу. Посмотри. Во-первых, я такого не делаю. Но сегодня сделаю, потому что, ну, реально похоже. Смотри. Сейчас, подожди, сделаю. Драйвер. Абсолютно идентичный. Даже по цвету. Они бывают, отличаются. И вот здесь у меня уже поюзанный, а этот новенький СБшный. И он мне нравится гораздо больше. Ну, честно. Дальше. Диск и кольцо. Сейчас только, подожди, одену его. Почему, кстати, компания СБ не может диски сразу надевать? Почему должен заморачиваться? Ну, это мелочи. Так, стоп. Ха, мелочи. Сейчас я его еще и не одену. Так. Ну, что такое? Ну, куда же? Здесь, короче, просто... А, вот, нашел. Ну, просто у оригинала она не снимается. Снимается или может сломаться. Во, я одел, очень легко вставилась. Слушай, ну, посмотри. Абсолютно. Даже буквы РТ прописали. Все украли. Почему компания СБ не может делать все настолько круто, как они сделали у Фафнера? Я уже даже сейчас потеряю детальки. Я не знаю, где кто. Вот. И вот у нас оригинал. И вот у нас Фафнер от компании СБ. А вот, кстати, от компании МКУ, да? То есть, найди 7 отличий. Слушай, ну, вот... Да, да, прости МКУ, но придется себя убрать. Ну, конечно... А, здесь... Хотя вот здесь тоже, кстати, мне там писали. Вот! То есть, смотрите, какая история. Я вам расскажу. Просто меня это дико накаляет. Реально. Что мне пишут, да? Первое, что? Вот! Флейма там резинки. Флейм круче МКУ. Бла-бла-бла. Понимаешь, да? Но при этом у Флейма другой цвет деталей. И, по-моему, даже диск у него был тоже другой. Сейчас не помню. А может, ведь он здесь лежит? Нет? Куда же я его делал-то? Блин, так и не сравнить. Сейчас найду. Будет очень длинный ролик, потому что я не монтирую. Слушай. Я прям найду из принципа его. А где же, где же ты? Малыш! Нет, наверное, все-таки не найду. Я просто даже... Не то, что не найду, я просто тупо не знаю, где он. Эх! Может, здесь? Нет, блин, не помню. Мне просто кажется, что я его вроде как убирал куда-то. Но куда, я не помню. Нет. Что ты будешь делать? Наверное, не найду, ребят. Сорян. Ну, то есть... Нет, наверное, вы не... А мне просто кажется, что я его не убирал даже, наверное. Может, где здесь лежит? Воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо-тихо, ребятки. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Нет, слушай, наверное, не найду. Ну, ладно, это не так важно. В общем, к чему я тут все-таки распинаюсь? Что когда только, значит, мне бомбят... Вот им куфу-флоу, у него нет резинок, бла-бла-бла, бери флейм. Вот. Когда я говорю, что Лонгенус супер-классная от флейм, мне говорят... Фу-фу-фу, он плохой, здесь вот эти вот штучки, бла-бла-бла. То есть вы постоянно ноете. Не вы, а, ну, есть комментари, которые постоянно ноют. И я не вижу, в чем повод вашего нытья. А когда я, извини, покупаю игрушку... Щас. Щас. Когда я покупаю волтраека за две тысячи, а он приходит в мятой коробке, без бумажки, с непрокрашенным глазом, когда у него защёлки фиг-два рабу, когда он очень лёгкий, когда у него эти наклейки уже, смотри, всё, отрываются, наконечник стёрся, и я бомблю, мне говорят... Фу, ты плохой, Бейзон, ты бомбишь на оригиналы. Вот. И я к чему, к чему я всё это веду? То, что, да, ещё раз повторяюся. Я говорю, что МКу хороший. А мне говорят... Фу, ты не шаришь, флейм лучше, там есть резина. Окей, я говорю, флейм лучше и драгон. Мне говорят, фу, ты не шаришь, он сломается, он плохой. Понимаешь? Понимаешь? То есть, вот как-то так это у вас работает. Я когда бомблю на Вальдрека, фу, ты бомбишь на оригиналы, ты плохой. Ребят, ну как бы, я бомблю всегда по делу. Я всегда жалуюсь, только по делу. Я никого не хвалю, просто так никого не жалуюсь, просто так. Я очень дико много болтаю сегодня, кстати, это Сафрона виноват. Вот. Дальше. И вот нам сейчас приходит потрясающая точная копия компании SB. Кстати, вот наклейки. Да, долго я болтаю, распинаюсь. Просто, ну реально, колея-то, читаю ваши комментарии, и вам все не нравится. Никогда. Я не знаю, когда мы с вами придем к общему знаменателю. То ли вы специально пишите гадости, чтобы кайпануть, то ли что. Ну реально. И, а, кстати, вот сейчас могу докопаться, да, почему-то диск слетает. В оригинале такого не происходит. Странно, возможно, какой-то есть блок. Где-то, видимо, он вылетает, я понял. Вот, видите, момент есть, где он вылетает. Но я думаю, это не особо критично, хотя и неприятно. По диску, да, здесь видите, как сделано это SB, у них такая вот история нормальная. Вот, здесь все понятно. Но выглядит очень классно, выглядит очень хорошо, очень красиво. Прям супер, 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 супер. Давай соберем. Вот. И что? И что? Опа, 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 опа. Слушай, ну мне нравится по внешнему, по цветовой гамме, наверное, больше даже SB, что он более ярче, более сочнее. Хотя, возможно, потому что новенький. Вот. Я очень долго про сегодня прям говорю. Прям сегодня даже, наверное, теста, может, и не будет. А я не знаю. А может, правда, теста не будет. Ну и, короче, я говорю к чему вам, что все это дело. Что я говорю вам, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что? Да, мы сделаем, наверное, еще ролик. Я сейчас сделаю следующим. Наверное, будет тест, потому что, ну, один ролик 15 минут мне неохота снимать. И, честно, ну, больше роликов прикольнее, вам интереснее. Вот. Что? Что сейчас я скажу? Вау, какой классный был этот компания SB. Посмотри, он прям похож на оригинал. Ты посмотри, прям стоит-стоит брать. Но мне куча людей сто пудов напишет, которые расхваливают постоянно фирмы SB, которые постоянно Flame говорят плохо, про Sun City говорят плохо. Для них была SB величайшая просто вышка. Сейчас будет комментарий, что вот, ты не шаришь, там нет резинок, Flame круче, Flame лучше. Да, но я вот, блин, не могу. Я сейчас реально, наверное, да, точнее, следующий ролик, я бы думал, может, что-то нет. Следующий ролик, пацаны, я найду, я найду себе этого Flame-овского волчка, я найду у Фафнира Flame-овского. И мы продолжим нашу дискуссию. Так вот, к чему я? К тому, что вы мне говорите, что вот, э, ты не шаришь, там нет резинок, бла-бла-бла. Это не прикольно, у Flame есть резинки. А на Лонгинус вы гоните, что он острый, что он ломается. Ну, камон, если ломается Flame, кстати, я в инсту фотку выложил, там много лайков собралось, где у меня, ля-ля-ля-ля, вот, Драгмен Джокер раскололся, вот, прям так в мясо получилось, но, по крайней мере, пока еще работает, да? Вот, и вы мне, ну, как бы, вот, надо как-то прийти к общему знаменателю, что если, фу-фу-флышка, Джокер Фуфло покупает, типа, другую фирму, то потом, говорит, СБ хорошая фирма или Flame хорошая фирма, короче, не знаю. Я пошел искать Flame, а вы пока подписывайтесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. С вами был лучший лучший я, Юга Бабан, субтитры, ля-ля-ля-ля-ля-ля, сейчас найду Фафнира, и когда вернусь, ролик выйдет попозже, но он выйдет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok